Напитай себя самого, свою семью, и весь мир — дом хлеба. То, кто буду смирить, что вокруг меня сумит, то, как ты мой бой, то, кто жизнь удаёт, надежда всей земли. Твоей огромнейшей любви великолепен ты и вечности славный Бог, чудный Бог Иисус. Нет подобного тебе великолепен ты и вечности славный Бог, чудный Бог Иисус. Нет подобного тебе Господь мой Иисус. Александр Ермолюк Я верю, что это замечательная семья, образцовая, примерная семья в нашей церкви. Он подставил свои плечи, он занятый человек. У него семья, у него дети, у него работа, у него ответственность на работе большая. Вы понимаете? Но он пожелал, он захотел это делать. Я вообще когда-то думал о Великой Отечественной войне. Я просмотрел, наверное, сотни часов передач о Великой Отечественной войне. Там очень много разных интриг и нюансов, очень много можно сделать выводов и уроков. И вы знаете, я сделал свой вывод, что Великую Отечественную войну выиграли только за счет патриотов, только за счет отдельных людей, которые действительно сражались за Родину, сражались за убитых дочерей, может быть, убитых сыновей, за родную мать, за дом, который сожгли, в людях поднимался патриотический дух. Люди – это не стадо. Их можно, конечно, загнать силой, страхом, можно принудить, можно дать приказ, можно организовать армию. Все это можно. Но ключевые моменты, когда люди поднимались в атаку, когда люди находили в себе силы, когда их совершенно не было, этих сил, это были именно патриоты, именно люди неравнодушные к своей земле, к своему народу, к своим собственным детям. Я точно также верю, что в последнее время массовость нас не спасет. Мы очень часто прячемся, потому что нас много. Нам выгодно, когда нас много. Нам легко снять ответственность, когда нас много. Мы все обобщаем, когда речь идет о проблеме. Мы обобщаем – это наша проблема. Никто не может сказать – я виноват, потому что так случилось. Я беру ответственность за то, что случилось. И вот есть отдельные люди, отдельные личности, которые созрели для такой жертвы. И я очень благодарен Богу за таких людей, которые есть возле нас. Их много. Вы знаете, они созревают. Они смотрят на нас. Мы смотрим на людей, которые идут впереди нас или прошли впереди нас. Мы сейчас были в Молдавии, вот несколько недель назад, и были в доме епископа Союза Молдавии Петр Борщ, фамилия. И, вы знаете, мы даже не знали, человек даже не постарался похвалиться своим прошлым. Но потом мы узнаем, что в свое время, когда были очень трудные времена, во время советского режима, у него была тайная под землей типография, и он печатал Библии. Это было очень рискованно. Он приучил своих ребят, сыновей, которые были еще мальчиками. Он загружал Библиями свой автобус, стелил на них просто одеяло, на эти Библии, и ложил своих детей. Когда их таможенники или милиции останавливали, дети засыпали, в кавычках, притворялись, что они спят. И очень часто, о нем сейчас даже написана книга «Когда дети спали», называется. Вы знаете, и вот само чувство, что возле тебя стоит этот человек, которому 60, может 65 лет, и само сознание того, что этот человек – пример для тебя. Вот пример, понимаете, вот тебе хочется равняться. Тебе просто приятно, что эти люди не вымерли, как динозавры, что они есть возле нас. Они есть, они тебя так подрывают, так вдохновляют внутренне, что тебе хочется продолжить дело, которое делали эти люди. И я уверен, что мы продолжим это дело не потому, что мы сильные, а потому что Дух Святой делал это в Его время, в Его сердце, в Его ситуации. И сегодня поднимает обязательно. Церковь не останется без людей. В церкви всегда будут люди, ключевые фигуры, которые будут вести и направлять общество. Слава Господу за этих людей, которые прошли впереди нас, которые сейчас с нами, которые служат нам. Я сегодня вот так смотрю на все, что происходит здесь. Вот час прошел, час десять минут. И мне приятно, я вам откровенно скажу, приятно. Знаете, о чем вообще больше всего я возрадовался так сегодня, глядя на всю эту ситуацию, на всю эту картину, которая сегодня происходит в Доме Хлеба? Я просто радуюсь, что здесь нет лицемерия. Знаете, это так убивает. Вот вся эта надутость, вся эта искусственная помпезность, она убивает. Мы люди, мы интересно устроенные. Когда мы приглашаем гостей к себе, мы дом убираем, мы вытираем пыль, мы хорошо моем посуду, мы вкусно готовим, мы красиво одеваемся, мы даже делаем прически, потому что мы хотим произвести впечатление. К нам придут люди, что о нас скажут, как о нас подумают. Люди стараются. Но вы знаете, есть ситуация, когда друг может зайти к другу в любое время. Вот, например, мы отвыкли, в Соединенных Штатах мы отвыкли от таких вещей. Когда были рождественские праздники, мы уже легли спать вечером. И вечером, наверное, где-то в пол-одиннадцатого вечера звонок в дверь. Кто может позвонить в пол-одиннадцатого вечера? Ну, естественно, мысль пришла, что есть где-то там у наших некоторых такие странности покалядовать. Вот, но что делать? Звонок позвонил, я уже был в пижаме, я спустился на первый этаж. Жанна одела халат, и дети все побегали, проснулись. И тут заваливает толпа молодежи, человек, наверное, пятнадцать, может быть, двадцать. Вы знаете, и первое чувство, да, ну как-то неуютно, ну неуютно. Понимаешь, в твой дом зашли, хорошо, что ты открыл, может быть, дверь бы взломали, если бы не открыл. Но первое чувство как-то, ты не был готов, тебя не предупредили. Сюрприз такой не очень из приятных. Но потом я внутренне подумал, нет, это классно. На самом деле это очень даже хорошо. Очень даже хорошо, потому что мы отвыкли. Мы закрылись за семью дверями, мы очень правильные люди. У нас все продумано, нас невозможно застать врасплох. И вот я просто радуюсь, что в церкви мы стараемся это воспитывать. Не надо выглядеть сильными, надо быть самими собой, надо быть такими, какие мы есть. Знаете, от чего мы страдаем? Почему нам тяжело, люди дорогие? Потому что мы сильно как бы надуваем себя. Внутри мы маленькие, внутри мы слабые, внутри у нас очень много горя, внутри у нас все разрушено, зато извне женщины накрасятся, мужчины оденут красивые костюмы. Мы приходим, возле дверей еще может жена сказать мужу, ты хоть руку дай мне, что о нас люди подумают. И они заходят, улыбаются, а внутри там больно, внутри очень тяжело, внутри даже ненависть, ненависть и презрение к себе же самому. И вы знаете, и я хочу просто сказать, что давайте жить просто, люди. Давайте жить просто. Богу это очень даже надо, чтобы мы не прятались за ширму, как бы не делали ничего на показ, не выставляли, какие мы сильные, какие мы совершенные. Вот я подумал, знаете, как тяжело отцу или матери быть образцом в семье. На самом деле тяжело, потому что дети как бы смотрят на тебя, тебе плохо внутри, потому что ты стандарт. Если ты не дотягиваешься до этого стандарта, дети на тебя смотрят. Тебе надо постоянно как-то это внутри себя объяснять. Я пробовал извиняться. Иногда это помогает. Просто попросишь прощения, если ты неправильно себя повел, что-то сделал. Как-то отпускает внутри, потому что ты же не можешь быть совершенным, идеальным человеком. Я извиняюсь перед людьми, если я делаю что-то неправильно. Но все равно в моей жизни остается еще очень много вещей, которые припрятаны за этим костюмом, за вот этой кафедрой. Припрятаны определенные вещи, которые страшно и больно и стыдно сказать людям. И от этого человек, который стоит за кафедрой, он испытывает напряжение. Ему надо быть идеальным. От него ожидают, что он должен быть человеком идеальным. Пастор должен быть человеком идеальным. Епископ тем более должен быть человеком идеальным. Ксенгс там, Папа Римский. Это должны быть люди идеальные. Но они люди. Они люди, такие же как вы люди. Ведь вы ошибаетесь. Ведь вы ошибаетесь. Но за этими людьми следят, за этими большими личностями постоянно следят. Постоянно выискивают. Они постоянно живут в напряжении и в страхе. Я хотел бы сегодня поговорить именно об ошибках наших, поговорить о слабостях наших или о немощах наших. Как выразился мудрейший человек, апостол Павел, он говорил о наших немощах. Немощ как несовершенство, как некий недостаток в человеке, как просто какая-то неполноценность духовная. И я хотел бы поговорить, как с ними справляться. Вы знаете, мы как-то себе объясняем, когда кается грешник, мы это можем объяснить. Грешный человек, он от нас отделен, то есть мы люди церковные, мы люди совершенные, но вот он человек грешный. И грешнику прийти с покаянием, это в какой-то мере проще, чем праведнику, который уже переступил эту черту, который уже старается свою жизнь вести правильно, но он остается тем же человеком во плоти. Он точно так же ошибается, у него точно такие же искушения, у него точно такие же падения. И знаете, происходит страшная трагедия. Взрослые здесь люди, молодые люди. Наша трагедия в том, что наша душа замыкается. Мы начинаем деградировать. Мы внутренне не можем иметь единства с людьми, потому что мы прячемся, мы закрываемся. Я прочитал такое стихотворение, к сожалению, не помню автора, но он сказал так, «Как ужасно никому не верить, не иметь ни радости, ни друга, и души, окованные двери, никому не открывать по стуку. Но ужасней самому стучаться, вызывая из себя другого, дверь открыть, увидеть, испугаться и поспешно запереться снова». Как точно отобразил этот человек состояние, возможно, свое, возможно, кого-то. Одиночество, наше одиночество, оно нас съест. А одиночество наше, одиночество того, что мы убегаем, мы не пускаем наш дом, мы не пускаем Бога в нашу жизнь. Одиночество Адама и Евы в том, что они говорят, «Я убоялся и скрылся». Кто сказал тебе, что ты наг, потому что я это сделал, потому что жена это сделала. И человек убегает в одиночество, он закрывается, он замыкается, вы понимаете меня. Наша трагедия, что мы не открываемся друг перед другом. Есть огромная сила в исповеди, когда мы исповедуемся друг перед другом, когда мы не боимся назвать себя людьми несовершенными, людьми даже грешными. Людей это шокирует. Я однажды здесь в Вестибюле одному человеку сказал, что я человек грешный. Он был очень шокирован. Я сказал, на самом деле я человек грешный, чтобы вы знали и никогда не строили иллюзии обо мне. Во мне есть пороки и несовершенства, которые беспокоят меня и мучают. Я с ними борюсь, со многими из них я не могу справиться. Но я хочу, чтобы вы знали, что я не лучше вас. Я точно такой же человек, как вы, а может быть хуже вас. О чем я сейчас говорю? Что мы страдаем даже не от грехов наших. Грехи у всех есть. Разные, большие и маленькие. Мы страдаем от непризнания наших грехов. Мы страдаем от непризнания наших немощей и наших несовершенств. Вот где наша проблема, что мы делаем вид благочестия в то самое время, как силы его мы отреклись, мы потеряли его. Потому что есть огромная сила в откровенности, в открытости, в честности. И я когда-то в одной из своих кассет объяснял, это была тема «Тайна исповеди». Я хочу повторить просто свою мысль. Там я объяснял текст Писания из первопослания Евангелия Иоанна. Там написано так, что... Давайте я даже открою, я не планировал это говорить, но у меня почему-то просится это сказать. Хотя у нас очень мало времени сегодня, мы должны к четырем часам окончить наше служение. Первое послание Иоанна, если вы желаете посмотреть вместе со мной, пожалуйста. Первое послание Иоанна, первая глава. Итак, здесь написано так, шестого стиха. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как у Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Это очень сильный текст, имеющий очень глубокое духовное содержание. Если Бог открывает и откроет знание и понимание этого стиха, очень много вещей становится на место в жизни. Вы знаете, мы идеалисты. Мы привыкли смотреть на людей, как на идеальных людей. Вы, возможно, слышали об этом недавнем скандале в Сан-Франциско, когда мэр города Сан-Франциско имел какие-то там интимные отношения с женой его друга. Это скандальная история сейчас. Это выбросили на общественность, и люди рассуждают сегодня. Как такой высокопоставленный чиновник, такой уважаемый человек, на который равняется общество, «Как он может такое сделать?» И вы знаете, кто судит его? Кто вообще? Кто? Сан-Франциско? Кто взялся осудить этого человека? Естественно, он не прав. Естественно. Но кому вообще хватает наглости осудить этого человека? Я просто смотрю, что мы воспитаны идеалистически. Если человек занимает какой-то пост, какую-то позицию, он не имеет права на ошибку. Тот же самый Билл Клинтон, что у него произошло в его биографии, его скандальная история во время президентства. Это же и есть общество, в котором живет этот человек. Он еще раз, лишний раз показывает, что мы все одинаковые, что позиция ничего не изменяет, что мы все склонны к искушениям, что как бы мне это не угрожало, даже если я лишусь поста президента, я все равно не могу совладать своими страстями, я все равно человек грешный. Как общество это не может понять? И вот здесь, в этом стихе, показано, друзья дорогие, что есть люди, ходящие во тьме, есть люди, ходящие во свете. И первое как бы впечатление или первая ассоциация, что люди, ходящие во тьме, это люди согрешающие. Люди, ходящие во свете, это люди, не имеющие греха. Но, если внимательно читать седьмой стих о людях, ходящих во свете, то их как раз особенность этих людей в том, что кровь Иисуса Христа очищает их от всякого греха. Тогда нам спрашивается самый первый, самый большой вопрос. От какого греха очищает кровь Иисуса Христа человека, в котором нет греха? Человека, ходящего во свете. То есть совершенно неверная интерпретация хождения во свете. Ходить во свете, это не значит не иметь греха. Я еще раз это повторю. Ходить во свете, это не значит не согрешить. Как раз ходить во свете, значит признать то, что я грешен. В отличие от человека, ходящего во тьме, который таит свои пороки, человек, ходящий во свете, исповедует свои пороки. В 8 стихе сразу дальше написано, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Мы часто, когда таим свои пороки, мы думаем, что мы делаем вред Богу. Люди дорогие, самый большой вред, который делает человек, не сознавая своих преступлений, он делает себе. Когда человек обманывает сам себя, он себя загоняет в такую страшную клетку одиночества, он боится любого шороха, он боится людей, которые узнают о нем. Он просто мучается, даже не от того, что он соделал. Вопрос его греха может решиться в 5 минут. Бог может восстановить его, простить, и люди его поймут, если он это объяснит. Но человек может мучиться годами и десятилетиями. Я даже в своей небольшой практике встречал людей, которые больше 50 лет скрывали преступления, которые можно было решить за 15 минут. Но это преступление, совершенное человеком, превратило всю его жизнь до глубокой старости в ад. В самый настоящий ад. Человек всегда боялся людей, уезжал из города в город, человек бежал от общества. Он был жутко одинок. Сегодня он одной ногой уже на том свете. И он со страхом признается и рассказывает о том, что он сделал в ранней молодости. Я хочу сказать, что дьявол настолько сильно издевается над нами, он настолько хитер. И апостол Павел, я коснусь сегодня сложных текстов, потому что, я повторю, мы страдаем идеалистическим образом видных людей. То есть мы понимаем, что если он пастор, он должен быть человеком совершенным. Возможно, он и должен быть совершенным. Но Библия говорит в 5 главе послания к евреям, что первосвященник сам обложен немощью. Кто же тогда может вообще приносить жертвы за грехи народа, если первое лицо в Израиле, первосвященник, обложен немощью. Но именно то, что он сам несовершенен, и Библия говорит, что он сразу приносит жертвы за свои грехи, а потом за грехи всего народа, это делает его мягкосердечным. Это делает его чутким и сострадательным к другим людям, которые приходят к нему и рассказывают ему, что они упали, согрешили, что у них есть немощи и несовершенства. Потому Библия говорит, что он может снисходить к невежествующим и заблуждающимся, потому что сам такой же. И вот я, глядя на всю эту картину, понимаю и взвешиваю свою жизнь и думаю, как все-таки люди много раз хотели меня загнать вот в такую игру, вот в такие сети. И как Бог все-таки милостив был ко мне, что я постоянно понимал, что я человек грешный, что моя святость измерима только мерой моего присутствия в Боге. Но я еще не только в Боге, я еще и в теле, я еще и в мире живу. Я еще и человек, который подвергаюсь искушениям. Я хорошо помню, как решился, уже мы молились со своей женой, решился я на то, чтобы со своими друзьями мы начинали эту церковь. Я хорошо помню, как один видный человек в нашем городе, служитель тоже, он сказал мне, а ты уверен, что ты не ошибешься, что ты не упадешь? Ты уверен? И я сказал, нет, я не уверен. Я вообще в себе очень мало уверен. Я сказал, я вас даже спрашивать не буду, но если вы скажете мне, что вы уверены, что вы никогда не упадете и не ошибетесь, что вы никогда не согрешите, что у вас нет немощи, я не хочу даже знать вас близко, потому что вы уже обманщик. Возможно, это жестко, возможно, некоторые люди думают, что я жесток. Нет, ничего подобного. Я просто понимаю, я просто верю, что каждый человек несовершенен. Я помню, когда мне было 22 года, когда мы должны были пожениться со своей женой, и естественно, там за месяц, за три месяца до свадьбы мы много проводили времени вместе, и в магазины, и вместе выезжали, и на кофе ее приглашал. И я понимал, как каждый любой молодой человек, я понимал, что я нормальный мужчина, что у меня есть все данные обычного, нормального, здорового, полноценного мужчины. Возле меня девушка, которая мне нравилась, и я понимал, что возле меня также есть очень много ребят, которые в свое время очень хвалились своим умением владеть собой, и они падали, и они падали очень низко, и они падали в глубокую аморальность. И вы знаете, я думал, как мне вести себя. Я всегда советовался с Богом. Я помню эти дни, когда я закрывался в своей спальне, и я говорил, Бог, я тебе честно скажу, я себе не верю. Если ты думаешь, что я такой сильный, нет, я себе не верю. Я знаю свой лимит, я знаю, что я опозорюсь, я знаю, что я обломаюсь, я знаю, что мое имя останется как бесчестное. Я это знаю. Но у меня есть секрет. Но я верю тебе. Но я верю, что я себя не удержу, но ты сильный, чтобы меня удержать. Вот я верю в себя только когда я в тебе. И вы знаете, такой мир, потрясающий мир приходил в мое сердце. Совершенно уходил страх. Страх от того, что что-то может произойти, что я не смогу где-то удержать себя, совладеть, совладать собой. Приходил абсолютный духовный мир. Люди могут по-разному распоряжаться своей жизнью, люди по-разному эмоционально себя настраивают. Я понимал, что я человек грешный. И я понимал, что Бог святой. Он не потерпит мои согрешения. Но когда я прячусь в Него, когда я вверяю себя Ему, когда я неякою очень много, я, 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 а когда Он владеет моей жизнью, моими эмоциями, моим рассудком, моя жизнь приходит в гармонию с Ним, мне хорошо. Но я зависим от Него. Я очень даже от Него зависим. Я настолько сильно от Него зависим, что только мне захочется похвалиться чем-то, я сразу же упаду. Сразу же упаду. Потому что человеку свойственно хвастаться своими достижениями. Но на самом деле это не наше достижение. Все, что я людям так говорил, все, что вы видите во мне хорошего, в моей жизни, это не я. Я вам отвечаю, это не я. Это продукт Божьей работы надо мной. Ведь даже апостол Павел дерзнул сказать, что нет во мне самом ничего доброго. Даже если я хочу сделать доброе, во мне нет силы сделать это доброе. Потому что все абсолютно, что есть в нас доброго, это результат Божьей милости и благодати и работы над нами. Скажите аминь на это. Но все, что есть отрицательного, когда вы видите во мне вспыльчивость, несовершенство, когда я сам себе что-то знаю и вижу, это результат того, что это я, это моя плоть. То есть я раздвоен. Я вам покажу сейчас по Евангелии, покажу по Библии, что мы на самом деле очень раздвоены как личность. Когда мы пребываем в Боге и когда мы пребываем вне Его. И так мы идем дальше. Я хочу вообще сказать, друзья, что мы ищем вот такой стабильности, мы ищем такой надежности. Вот смотрите, даже в прошлое воскресенье мы говорили, что человек я просил вас, я направлял вас всех к Богу. Я направлял не идите к человеку, идите за знаниями к Богу, идите за откровениями к Богу, ищите его лица, ищите его присутствие. Я об этом говорил целый час, даже больше, почти полтора часа в прошлое воскресенье. Я замечаю, насколько люди много меня благодарят и хвалятся везде. Да мы в такой церкви, нам здесь так нравится, здесь такая хорошая обстановка, здесь такое хорошее слово. И вы знаете, я чувствую, что люди себя эмоционально чувствуют защищенными, потому что у нас хорошая команда, потому что, наверное, я неплохой, и люди это чувствуют, что мы с хорошими людьми, мы рядом, нам как-то легко, они нас понимают, то есть мы служители, мы можем прийти, помолиться, но, но, вы знаете, на самом деле, на самом деле, это очень тонкий лед, на котором вы стоите. На самом деле, это очень тонкий лед, на котором вы стоите. Если вы питаете свою уверенность просто в нашей порядочности, да, естественно, мы стараемся, но мы точно такие же люди, как вы, я хорошо помню, как одна пожилая женщина уверовала, когда я проповедовал в Костроме, в России, и она постоянно мной восхищалась, она приходила и говорила, Александр, вот сегодня, когда мы проповедовали, я видела нимб над вами, вот этого, ореол, знаете, такой святого, я говорю, вы в самом деле, да вот вам крест, Александр, видела своими глазами, видела, я говорю, слушайте, вы верите, что Бог говорит через меня? Верю абсолютно всему. Я говорю, так вот, если Бог говорит через меня, я вам сейчас говорю от имени Бога, что вы больше никогда этого не видели, вы поняли меня? Поняла, и больше никогда не видела. Но самое интересное, что когда она восхищалась мной, я ей говорил, я один раз, я не знал уже, как с этим справиться, я не знал, как остановить это восхищение, это неправильно, и я ей сказал, женщина дорогая, послушайте, если бы завтра вы меня встретили на улице там Симоновского, пьяным, вы бы Богу служили? Она была растеряна. Да, Боже упаси, да вы что, Александр? Я говорю, что я? А что я? Я хочу вам сказать, не стойте на этом тонкости, не стойте. Не стойте. Если мы будем много жить с вами, трудиться с вами, вы увидите очень много ошибок во мне, в Николае, в Викторе, в Юре, в Валерию, в других служителях, вы увидите много ошибок. Нам надо надежность в Боге. человек может выпадать человек может выпадать из Бога, человек может делать глупости по плоти. Человек прекрасен только в Боге, ведь вы меня знаете очень даже формально, ведь я к вам почти что на свидание прихожу, красиво оделся, проповедовал и исчез на неделю. На самом деле это не так. Люди, с которыми мы ближе знаем, они знают больше обо мне, они знают минусы, они знают недостатки. Я знаю их недостатки. Хотите, я расскажу? Так вот, что я хочу сказать, что... Запереживали. Вот что я хочу сказать, что мы... Нам нравятся победы, нам нравятся совершенства, нам нравится, когда я бы вам рассказал, как славно прошла евангелизация, какая успешная была поездка, как вообще люди смотрят наши передачи, нам это нравится, но нам не нравится, когда бы я вам рассказал позорные моменты из своей жизни. Вот взял бы и рассказал, я один раз так сказал людям, я вам сейчас расскажу один из самых унизительных моментов в моей жизни, что я натворил. И я услышал, как часть людей сказала, не надо, не надо, Александр, не надо, не рассказывай. Я подумал, почему люди так за меня переживают? Потому что они не хотят знать моих поражений. Люди не хотят знать моих поражений. Они хотят знать мою хорошую сторону, мои победы. И когда мы в Библии читаем до тех моментов, что Авраам струсил, Авраам соврал о своей жене. И мы прямо не знаем, как вообще думать. Такой мощный муж веры, такой сильный человек и так же струсил. И я ни разу не видел, чтобы люди об этом проповедовали, показывали на это. Это избегается, об этом умалчивают. Это как-то надо объяснить. Авраам? Авраам никогда не врет. Авраам не может врать. И вообще Авраам врать не может. И бояться Авраам не может. А Бог смотрит, что может. Говорит, Авраам, не бойся. Я твой щит. Мы говорим, насколько сильные были мужи апостол Петр, апостол Павел. Но когда мы читаем, что Петр начал лицемерить, так это только мы немножко знаем. Вы учитывайте тот факт, что апостолы сами о себе писали. Им невыгодно было все писать о себе. Они сами о себе писали. И вот они написали. Павел сдал Петра, взял и написал. Когда писал послание Галатам, взял и написал, что когда Петр пришел, он начал лицемерить. Представьте, Петр попадает в письмо Павла. Там маленькая община эта. А он взял, на весь мир разнес, что я лицемерил. И мы читаем за Петра. И думаем, так как же так? Ну ладно, он отрекся. На нем Духа Святого не было. Ладно, все там ошибались. Там Фома был неверующий. Там все было. Но здесь Петр же, он же столб церкви. Как Петр может? Нам неприятно видеть в этих столбах, в этих мужах веры. Нам неприятно видеть, что они тоже люди. И что они тоже могли соскользнуть, лицемерить, хитрить, изощряться. Нам неприятно признавать факт, что Павел там поссорился с Марком. Богословы сегодня чешут затылки. Как это объяснить? Наверное, Марк виноват. Павел не может быть виноват. А я вам сегодня утверждаю, друзья, что Павел по-другому смотрел на себя и по-другому смотрел на ситуацию. Он все еще оставался Павлом. Я понимаю прекрасно, что я дерзаю поднять перст на такого совершенного, идеального человека. Но он сам о себе говорит. Он сам говорит в послании к Римлянам в 7 главе. Говорит, «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Дальше он восклицает, просто кричит, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Благодарю Бога мою, Иисусом Христом, Господом нашим, и так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». И, конечно, он этому посвятил много глав, особенно в послании к Римлянам, Галатам, он посвятил, объясняя вот эту раздвоенность личности. Это очень сложные вопросы, которые можно понять, но я одно могу утверждать, что Павел – это обычный человек, который также подвергался искушением, в котором также были свои немощи, о чем написано в первом послании Коринфянам, одиннадцатая, двенадцатая, даже десятая главы. Чувствуется, что этого великого человека беспокоят эти вопросы. Я вчера даже перечитывал эти главы, и вот смотрите, что он здесь пишет. «Вся уникальность в том, что нам нужен Бог, нам надо прийти к Нему и признать собственные немощи, нам надо освободиться, просто освободиться». Когда мы были в Молдавии, опять же, я последний семинар ввел с пастырями всех практически церквей Молдавии, я сказал, «Друзья, я представляю, как вам тяжело, я могу только представить, как вам непросто. Вы пастыри, к вам приходят люди за советом, вам люди открывают свои тайные грехи, люди исповедуются вам, но как вам тяжело в том, где вы упали, где вы споткнулись, где вы согрешили, как тяжело жить со своими немощами, со сознанием». После этого подходили люди, пожилые, седые, они плакали, они просили помолиться. Потом я просто позвал служителей наперед, мы просто молились, признавая свое бессилие, признавая свои несовершенства. Если бы так можно было, что ты один раз распял свою плоть со страстями и похотями, и вопрос закрыт. Но плоть остается живой, она остается плотью. Моя душа все еще находится в этой плоти, и она меня провоцирует ко греху постоянно, эта плоть. Поэтому мне надо понять, что сила моя не в отрицании моих немощей, потому что это вообще нелепость. Я впадаю в двойное зло. Мало того, что я имею свой порог, я еще их отрицаю. Знаете, вообще это серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Я могу понять Давида как мужчину, как царя, которому понравилась женщина, и он потребовал, чтобы ее привели во дворец, и он с ней успал. Я это могу понять, это порыв страсти. Я могу это объяснить. Но насколько же сложнее, а мы даже не пытаемся объяснить, как после этого Давид жил с наличием вот этого порока, вот этого факта прелюбодеяния. Он ведь жил. День за днем человек жил и не открывал, и не выносил. Об этом знали несколько людей. Несколько людей только знали о том, что Давид сделал. Никто в царстве не знал. Он по-прежнему ходил в храм, справлял все службы, все церемонии. Он по-прежнему подписывал бумаги, он по-прежнему нуждался в Божьей мудрости. Он по-прежнему был уважаем, как Божий муж, как пророк, по-прежнему пели его псалмы. И все это время, это огромнейший отрезок жизни, год, человек носил в себе эту боль до такой степени, что физически его тело начинало просто усыхать. Он говорит, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Кости мои обветшали от вседневного стинания моего из-за того, что я согрешил и не открывал это. Видите, где кроется вот эта вот бацилла, вот эта зараза, которая нас уничтожает. Мы все согрешаем. Но я часто говорю людям, у которых так мало надежды, что Господь его простит и восстановит. Я людям говорю, драгоценные люди, послушайте меня, праведник это не тот, кто не падает. Праведник это тот, кто встает. Падают и праведники, и грешники. Все люди одинаковы. Только разница между праведником и грешником в том, что грешник не встает, а праведник встает. Он ползет к Богу, он признает свою вину. Давид говорит, но я открыл тебе грех мой, я не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу. И он приносит свои согрешения. И ему стыдно. И Бог говорит, ты сделал это тайно, а я это сделаю явно перед солнцем. Все это узнают и увидят. И человеку больно, но зато человек освобождается. Вот что очень важно. И я хочу вам показать, что когда человек не признает своей вины, своих немощей, когда он не признает, он разрушает себя. Но люди еще очень сильно совершенствуются самостоятельно. Есть люди волевые, есть люди очень сильные, которые самостоятельно достигают очень даже больших результатов. Что интересно, стоит вам пообщаться с таким человеком, который больше, чем вы, постится? Вы сразу же чувствуете, что он доминирует над вами. Вы сразу же чувствуете, что он выше, чем вы. Стоит вам познакомиться с человеком, который больше молится, чем вы, вы сразу чувствуете в атмосфере. Он может этого не говорить, но вы это ощущаете, что он доминирует над вами, что вы недостойны этого человека, что он в ваших глазах совершенства по сравнению с вами. И вот это превозношение. Вот я сейчас хочу остановиться на превозношении, потому что наша самоправедность, наши личные достижения в жизни, в них больше вреда, чем даже в наших согрешениях и в наших немощах. В них больше вреда, потому что наши собственные достижения и совершенства порождают намного больший порок, чем все остальные пороки. Это порок гордости. Это порок гордости. И когда ты общаешься с самоправедным человеком, тебе плохо, тебе душно, там нет кислорода. Знаете, даже что я себе записал? Я вам сейчас скажу. Вчера вечером, полвторого ночи, мне пришла такая мысль, я встал и записывал кое-что. Я написал такую фразу. Самые бессердечные люди, это люди безгрешные. Такие люди не умеют миловать. Они не умеют миловать. Я не буду сейчас вдаряться в детали. Вы знаете сотни примеров. Человек, который сам не падал в согрешение, человек, которому удалось удержаться в чем-то, а вы упали, он не может понять, он не может быть милосердным. Первый священник может снисходить невежествующим и заблаждающимся, потому что он к Богу приходит. Мы это объясняли несколько воскресений назад. Он входит во святое святых. Он трепещет. Ему страшно, потому что он свое состояние измеряет на уровне Божьих требований, в то время как я могу хвалиться своими достижениями перед многими здесь присутствующими. Но это жалкая картина. Самый большой порог это порог гордости. Поэтому Бог, я дерзну это сказать, вы можете меня осудить, вам не обязательно это принимать и даже верить. Но я даже верю, что Бог умышленно допускает, чтобы некоторые люди падали. Бог умышленно допускает, чтобы были немощи в жизни некоторых людей, чтобы они были зависимы от Бога и привязаны, чтобы они не поднимали нос, чтобы они не превозносились. Я был еще сравнительно молодым человеком в 17 или 18 лет. Я первый раз прочел книгу Божьей генералы. Самые удивительные люди в истории, которых Бог употреблял очень могущественно и сильно. И меня удивило, что из этих 12 биографий 11 из них все падали. Люди на серьезном уровне, тот же Александр Дауи и Аллен и Катерина Кульман и Бранхем и кого бы вы ни назвали люди, которых Бог поднял и употреблял могущественно и сильно впадали в прелюбодеяние, были зависимы от курения. Тот же Чарльз Спержин сегодня неприятная проповедь. Говорить о таких видных людях и говорить их другую сторону жизни это очень неприятно. Но я не говорю ничего тайного, я не открываю какие-то исповеди. Мы просто говорим, что есть большие люди, как например Аллен, если я не ошибаюсь, он увлекался алкоголем, он не мог без этого. Человек, которого Бог употреблял, в нем была немощь, которая постоянно держала его. И когда тысячи комплиментов приходило, человек лежал перед Богом и плакал, сознавая свое собственное ничтожество и свое собственное несовершенство. Потому что по всей вероятности Бог усматривает, что твоя зависимость от алкоголя меньший порог, чем твое высокомерие. Я повторяю, я затрагиваю такие струны, которые очень трудно объяснить. Но я сейчас говорю, что мы абсолютно зависимы от Господа. И малейшее наше личное достижение делает нас людьми гордыми. Нам вообще нечем хвалиться. Но люди впадают в самый большой порог. Это порог гордости. Второе послание Коринфянам. Здесь Павел еще начинает с 10 главы. Я быстро пробегу и мы будем оканчивать. Говорит, начинающий с 10 главы, повторяю, всякое превозношение, это 5 стих, 10 главы, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. И он понимает, что в познании Бога есть абсолютная свобода, абсолютная зависимость. Когда ты познал Бога, ты понимаешь, что ты не можешь без Него вообще ничего. Туда превозношение не может проникнуть, потому что Христос сказал, ветвь сама собою, сама собою, если не пребудет на лозе, ветвь не может сама собою приносить плода, нет пользы, нет одного человека, если она не на лозе, если это не часть лозы, если мы не одно с лозой, то и со Христом мы не способны, если не приводим на лозе. Но вот в том-то и весь парадокс, что превозношение человеческое, превозношение, оно восстает против познания. И Павел с этим сильно боролся. 12 стих мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою, видите, и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, то есть то, что нам дано, понимаете, он хвалится тем, что нам дано, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Он говорит, что ты хвалишься, как будто не получил. Он говорит о духовных дарах, что ты хвалишься, способностью проповедовать, молиться, быть сильным, стойким, устоять во времена репрессий, что ты хвалишься, что ты хвалишься, как будто ты не получил. Ты получил от Бога порцию силы, ты получил мудрость, тебе дан дар, служи этим даром, но не смей превозноситься, потому что Бог покажет, кто ты, Александр. Бог тебе покажет перед всеми, кто ты. Заруби это себе на лбу, на носу, запомни это и никогда не превозносись. И дальше он говорит, хвалящийся, хвались о Господе, 17 стих, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Аминь. Вот здесь в 12 главе основной стих, и чтобы я не превозносился. Это основная причина, почему Бог держал Павла в окружении немощи. Такого великого человека окружали недостатки. Вы можете сказать, что немощь это болезнь. Я специально просмотрел словари и толкователи. Да, немощь это некая комбинация физической болезни и душевного расстройства. Потому что Библия разделяет болезни немощи. Христос взял на себя болезни и немощи наши понес. Библия говорит, что он ходил исцеляя всякую болезнь и всякую немощь людям. Павел сказал, оттого многие из вас больны и немощны и немало умирает. То есть Библия разделяет эти два понятия. Немощь это как некое душевное несовершенство. Немощном вере принимайте без спор о мнениях. Первосвященник обложен немощью. То есть много в Библии говорится о немощи как о неком несовершенстве. И я повторяю, я не смею дерзнуть сказать о Павле, что Павел имел некие духовные несовершенства. Но когда я читаю толкование, специально не буду вам называть какие это толкователи, потому что я очень уважаю этих известнейших в мире толкователей, но они говорят, что речь идет о физиологическом несовершенстве Павла. Что он там страдал плохим зрением или может быть какими-то физиологическими несовершенствами в теле. И это и были немощи. Ну слушайте, давайте реально подумаем. Павел страдает от того, что он может не очень красивый, да? Или там у него зрение плохое. Ну как понять, что до такой степени, что он говорит, что это удручает меня. Вот давайте прочьем это текст. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольна, то есть достаточно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Нам трудно понять апостола. мы только привыкли понимать, что в Павле не может быть немощи, но в нем присутствовали немощи, и он получил конкретный ответ от Бога. Давайте еще раз прочтем, что ему конкретно сказал Бог в ответ на его просьбу. Достаточно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И здесь весь вопрос связан с тем, чтобы человек не превозносился. Ему действительно очень много было дано от Бога, но он одновременно, я в ваших бюллетенях записал, одновременно с огромным восхищением Богом и славой Божьей, он переживал удручение. Удручение это гнетущее, душевное, мучительное, даже депрессивное состояние, когда он мучился внутри от собственных несовершенств, от каких-то вещей, которые беспокоили его. Итак, мы приходим к очень интересным заключениям. У меня еще где-то шесть текстов, если я их читать не буду, нет времени просто это объяснить, но вывод очень прост. Друзья, я начал нашу беседу сегодня с того, что мы хотим принимать гостей в красивый дом, мы хотим выглядеть солидно и иметь большой авторитет, для этого, конечно же, мы таим наше несовершенство, мы таим свои пороки, это не на нас работает, это против меня работает. И вот оно живет внутри меня. Я когда-то вам приводил пример о человеке, который убил известного русского революционера Льва Троцкого. Человек, который убил Троцкого, его поймали. Но это было заказное убийство от Сталина. И Сталин сказал ему, что я помогу, передал ему такую весть, я помогу, тебя выкрадут из мексиканской тюрьмы. И вы знаете, этот человек отказался от этого. Он сказал, нет, я должен отсидеть свой срок за это убийство. Это 20 лет. 20 лет. Почему? Потому что я не хочу весь остаток своей жизни убегать, бояться собственной тени, бояться, что меня снова поймают. Я не могу так жить на свободе. Это не есть свобода. Жить на воле с сознанием того, что тебя ищут, что кто-то знает, от тобой с отделанным преступлением, делать двойные, тройные паспорта, делать пластические операции, постоянно убегать от этого общества, жить где-то как дикарь на острове. Этот человек отказался. И он отсидел 20 лет. И вышел на свободу. И никого не боялся. Я хочу просто сегодня предложить вам молитву покаяния, молитву капитуляции. Сдаться. Давайте сдадимся Богу. Сдадимся Богу. Я вот почему-то чувствую, что в этом есть своя прелесть. Сдаться Богу. Мы такие напускные. Нам нам надо это. Нам учи небо престол и и отцу его. Хвала и величие и сила и слава во веки. и слава во веки. и слава и слава во веки. Промученела крестом и анцу его. Бала и величия, и сила, и слава, вовеки. 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 Вовеки, вовеки. 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 Редактор субтитров А.Семкин